Отлично. Теперь у нас есть процедура, которая сливает два массива в один. Давайте с помощью нее напишем сортировку слияния. Давайте я это пока уберу. Да. Сортировка слияния будет работать так. Она будет брать массив, разбивать его пополам, сортировать рекурсив на каждую из частей, после чего сливать полученные массивы вместе. Потому что у нас процедура слияния создает новый массив, давайте сделаем, чтобы сортировка тоже создавала. Но это не очень красиво, потом перепишем по-человечески. Давайте пока так. Сортит А равно сортировку слияния. Вот так напишем. Мерш, сорт напишем. Ну, прекрасно. Давайте это вынесем наверх, чтобы было поближе. Посударим мерш. Итак, смотрите. Возьмем массив А, разобьем его пополам, каждую из частей сортируем рекурсивно, после чего вызовем процедуру мерш. Ну, поехали. Как разбить массив пополам? Ну, давайте... Во-первых, посмотрим, если он длины 1, то сортировать его не надо. Если длины больше 1, давайте его разобьем. int left... Так, давайте введем... Давайте n-то будет длина массива, например. А m-то то место, в котором мы его разбиваем. То есть по n пополам. Тогда левая часть будет размера m, а правая часть будет размера n-m. Если массив нечетный, то у нас поменьше элементов пойдет вправо и побольше элементов пойдет влево. Наоборот. Поменьше пойдет влево, побольше вправо. Так. Прекрасно. Давайте разобьем. До этого скопируем половину элементов туда, половину сюда. Копировать элементы из массива в массив можно просто циклом. Давайте я нашу просто циклу. Меньше m и плюс плюс left и т равно пи т. Сейчас вот даже идея нам подсказывает, что мы делаем что-то не то, потому что вот это все можно переписать с помощью метода systemarrayCopy. SystemarrayCopy — это чудесный метод, который копирует кусок массива из одного массива в другой. Причем делает это очень быстро. Что он принимает на вход? Смотрите, он берет откуда копировать, с какой позиции, куда копировать, с какой позиции и сколько элементов. Мы из массива a в массив left с нулевой позиции до нулевой скопировали m элементы. Давайте сразу напишем так же копирование массив right. Массив right нам нужно скопировать, естественно, нам нужно копировать не с нулевой позиции, а начиная с m-той позиции. То есть все элементы с нулевого до m-1 пойдут в left, а с m-того до m-того пойдут в right. Естественно, не m элементов, а n-m элементов. Вот, прекрасно. Мы разбили массив на две части. Перекурсивно запустимся в левой части отсортируемых. Left равно межсорт левт. Right равно межсорт левт. Все. Теперь в качестве ответа передаем смерженные с два массива. Реализация не очень аккуратная, прямо скажем, у нас создается куча массивов, тратится куча лишней памяти, но зато все понятно и написано очень просто. Давайте запустим проверку, что все работает. Напомню, как у нас тест. У нас есть тест 23922. Так, давайте запустимся. Так, у нас получилось 23922. А, это наш исходный массив. Давайте выведем отсортированный массив. Так. Вернись. Сортит. А, и туда. Вот, вижу, отсортированный массив будет 22399. Это как раз то, что надо. Те же самые элементы отсортированы по возрастанию. 22399. Да, все правильно. Давайте какой-нибудь другой тест дадим для профилактики. Давайте скажем, 10 элементов каких-нибудь странных. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Прекрасные 10 элементов. Запустимся. Да, видимо, эти элементы отсортировались по возрастанию.